Так, проведена реставрация стола, были вычищены все швы и затерты эпоксидной затирочкой. И зачем это было сделано? Столько работы. Вот у нас небольшой эксперимент. Берем кетчуп и льем. Вот так вот, если бы была бы обычная затирка, то кетчуп бы впитался бы в нее, оставил бы свои страшные следы. Ну, проверяем, что у нас с эпоксидной затиркой получается. Оп-ля! Оп-ля! Смотрите-ка, вытирается обычная салфетка. Представляете, что творится, а? А уж тряпочкой оттереть, это вообще будет красота. Все! Другой страшный, значит, предмет. Это у нас вот эта вот морковка горейская. Ее мы сейчас тоже наливаем. Ну, вот сюда, например. Так. О! Гадкая оранжевая морковка. Все вот так вот разважем. И берем салфетку. Оп-ля! Оп-ля! Ну, может быть, у нас остались какие-то остатки, которые... У нас там образуются не за счет впитывания, а за счет того, что она шуршавая немножко. Я думаю, что там успешно сможем оттереть вот эти вот штучки, да? Оттереть просто водой. Ну-ка, сейчас мы намочим салфетку. Ну, взяли по-простому моющее средство. И теперь моющим средством намазываем. Вот так вот. Хлоп-хлоп-хлоп. Ну, и что я вам хочу сказать. Что моющим средством. Замечательно. Отмывается. Вот! С тема вида. У нас стала серенькая затирочка. Я думаю, что вот для столов и для полов это незаменимое решение, чтобы было... Чтобы цвет оставался правильным. Не становятся черным, серым, каким-нибудь непонятным. Сейчас мы сейчас еще покажу вам, что за затирку я использовал. Вот такая простая затирка. Называется фирма «Литокол». Если вы откроете ее здесь, найдете две вещи основных. Ну, это инструкция. Обнаружите здесь затирки. Ну, как вы в оксидке. И обнаружите... Вот что-то у меня потек. Сейчас мы его исправим. Вот. Вот. И обнаружите здесь внутри. Вот. Это сама масса. Сама затирка. Когда вы смешите, она в течение там... Ну, где-то часа. В течение часа можно смело ей работать. Вот. Все нормально. Вот. Затирайте, как обычно. Смывается она водой. То есть, вот вы когда нанесете, лишнее все убирается великолепно. Просто водой. Вот. Там найдете рекомендации, если нужны какие-то особенные там... Губки там, еще что-то. Я брал вот такую тряпку вот такую, покупную для посуды. И здесь все сделал. Все получилось великолепно. Потом, когда вы все смоете, все сделаете правильным... А! Такой момент. Швы. Он, наверное, вот эти как бы вот ваши вот швы, да? Если вы их просто протрете тряпкой, они остаются немножко шероховатые. Чтобы они были такими гладенькими, нужно вот как бы так вот пальчиком его прогладить. У меня есть, например, край. Вот здесь я проглажу. Вот здесь они так ничего, получше. А вот тут грубоватый такой на ощупь, как шершавый. Вот. Если вы что-то там неправильно сделаете, где-то что-то не уберете, ляпсус останется, есть такое вот средство для растворения. Шиколка такая для растворения этой самой, значит, как она называет, эпоксидной затирки. И очень быстренько ее ототрете. Затирал я элементарным простым таким резиновым шпатом. И так. Вот он наш мозаичный стол. Вот он растворитель для эпоксидки. Вот она эпоксидка. Я считаю, что время и деньги потрачено не зря. Так. Ну, все. Перелил я затвердитель в баночку. Честно говоря, итальянцы какие-то жадины делают дорогущую эпоксидную затирку. Не могут тут пакетик получше положить. Ну, на самом деле, я перепачкал все руки вот этой отвердителем. Но они отмылись водой смылом. Это вот тоже большой плюс затирки. Не знаю, как они ее делают. Но вот водой смылом она очень быстро оттирается. Так. Что еще хочу сказать? Значит, растворитель эпоксидка. Наносите где-то в течение часа. Она работоспособная. Это вот масса. Далее вы замоете ее полностью. И тем самым водой она будет немножко липкая. Поэтому через полдня или там через сутки можно вот попшикать и убрать уже, окончательно зачистить вот это вот растворителем. Да. И вам нужны будут, знаете что, для того, чтобы правильно замешивать ее, вот эту вот эпоксидку, чтобы правильно замешивать, нужен, выйдет вам электронные весы. Потому что там написано точная пропорция, на сколько частей весовых массы нужно затвердить. И поэтому нужно будет точно это все делать. Ну, они там продаются, господи, самые простецкие рублей 200-300 в любом гипермаркете вы купите китайские. Так. Ну, теперь вот действительно уже все. Ага. А вот это небольшое видео еще для сравнения. Сейчас давайте посмотрим. Видите, вот есть у меня еще тумбочка такая вот с старой затиркой. Да, вот стол на столе мы затирку поменяли на эпоксидную. А это старая затирка, которая даже еще не на кухонном столе, а на тумбочке только. Видите, вот такие пятна оставались. И вот я тру их мокрой тряпкой. Ничего не происходит. Видите. Не оттереть. Это там от сока, от кофе. Вот сколько их не три. Помогала только, ну, очень длинная терка щеткой. какой-нибудь с хлоросодержащим каким-нибудь порошком. Ну, вот видите. Так что еще один довод в пользу эпоксидной затирки, а не обычной известковой. Ну, не известковой, а цементной. Какая бы она не была хорошая. Она все равно, вот проблема цементной затирки в том, что она впитывает. То есть, она гигроскопичная, и она вот немножко вещества впитывает. Потом это вещество засыхает, и получается, что как бы у вас что-то такое типа, ну, представьте, что кофе вы пролили, и у вас оно уже в структуру, получается, вошло. Вот этот содержащий цвет какое-то уже вещество. Ну, вот видите. Ничего не получается. А здесь вот так. Немножко другой оттенок. Этот оттенок, кстати, называется у производителя Литокол. Называется Титан. Мы его купили, потому что белого не было, а Титан был. И Титан, кстати, был существенно дешевле. Кстати, цена сейчас вот на начало 2015 года где-то 3 тысячи за банку. А продается в Леруа Мерлен. Также видел я еще вывески по городу. Просто какие-то фирмы продают. Видимо, которые там керамическую плитку продают. Может быть, продают еще что-то. Наверное, можно позвонить. Может быть, там и дешевле можно будет купить. Но вот в Леруа Мерлен, к сожалению, прямо сейчас очень маленький выбор уже остался. А вот конкретно вот этот Титан мы купили, он стоил 1800. А какой-нибудь там цветной стоил там 3200. Вот. И выбор цветов очень маленький уже был. Ну, видимо, из-за курса доллара, может быть, закупок не делают. Ну, просто очень приятный материал. Все. Все. И вот так это выглядит в интерьере. Все звезды, куда вы возвращались, да? Две звезды. Две звезды. Это песни, которые записаны звездами нашей эстрады. Между прочим, вам наверняка и вашей песни. С кем-то в дуэте. С другой звездой, да? Ну, как?